Глава девятая Книги Иисуса Навина Что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость, пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие, изорванные и заплаченные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесненный. Они пришли к Иисусу в стан израильский в Галгал и сказали Ему и всем израильтянам, — Из весьма далекой земли пришли мы, итак, заключите с нами союз. Израильтяне же сказали Евеям, — Может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз? Они сказали Иисусу, — Мы рабы твои. И Иисус же сказал им, — Кто вы и откуда пришли? Они сказали ему, — Из весьма дальней земли пришли рабы твоего имя Господа, Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша, это старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам, — Возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им, — Мы рабы ваши, итак, заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплеснилый, и эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и зарвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день, города же их были Гаваон, Кефира, Беяров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилева возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу, мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними, оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которой мы клялись им. И сказали им начальники, пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества. И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал, для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас, за это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога Моего. Они в ответ Иисусу сказали, дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим. Поэтому мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. И поступили с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их, и определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь.